В произвольных упражнениях, в этот второй, все определяющий день состязаний за командное первенство. Чешкам, соответственно, эти полтора, даже чуть более, балла предстояло отыгрывать. И вот Ханна Ружечкова на бревне. Тут надо еще одно немаловажное обстоятельство упомянуть. Дело в том, что, как выразилась Лидия Гавриловна Иванова, на тогдашней Олимпиаде выжимали последние соки. Астахова третья Олимпиада, Тамара Манина вторая, но могла быть и третья, если бы Тамара Ивановна не пропустила римские игры 60-го года. А так-то она приехала в Токио еще олимпийской чемпионкой, еще Мельбурна. Людмила Громова, заменившая Лидию Иванову, была не вполне адекватной заменой, хотя, конечно, уж если гимнастку включали в состав сборной Советского Союза, она была мастеровита. Но все же это уже была не та команда, которая сокрушала, именно сокрушала соперниц в 56-м и 60-м. И еще не та команда, которая в 68-м или в 72-м, в особенности в командном первенстве, разносила всех в пух и прав. Это был эдакий переходный период. Не случайно же Числавска в 64-м и 68-м стала абсолютной олимпийской чемпионкой, опередив советских спортсменок. И только в 72-м Людмила Турищева вернула титул в СССР. Словом, все, что только было, возможно, против сборной Советского Союза, на токийских играх сошлось. За, ну что ж, за только то, что это были выдающиеся гимнастки, которые готовы были бороться за свою победу, неистово, бесстрашно. И предпочли бы, наверное, победить с десятком травм, чем проиграть. Ну и чешские, чехословацкие, простите, спортсменки были готовы на многое. Вера Числавска. На бревне в первый день соревнований она получила 9,566 баллов. Но, повторяю, то были обязательные упражнения. Сколько бы ни мало они отличались от произвольных, а все же отличались. И вот лучшая гимнастка мира вступила в борьбу, в сущности, с лучшей командой в мире. Ну, не то, что в одиночку, но было понятно, что и с Чеславской-то Чехословакии трудно победить. А вот если начнет ошибаться она, то у сборной ЧССР шансов нет. И уж если на ковре для вольных упражнений в 64-м году не практиковались ни сальто, ни пируэта, словом, вообще не фигурировала акробатика в современном понимании ее, то и на бревне не стоило ждать каких-то очень сложных элементов. Те, что называются безопорными. Но вот эдакий соскок в исполнении чешской, чехословацкой спортсменки, конечно, вызвал в токийском зале вздох изюмлений. В 64-м году такой соскок.